Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Гидрогели состоят из скрепленных в единую сеть полимеров, между которыми находится вода. Эти материалы считаются перспективными контейнерами для доставки лекарственных средств благодаря тому, что они дешевы в изготовлении, относительно, например, липосом, биосовместимы и способны надежно сохранять лекарственные средства на протяжении всего их пути до опухоли. Их можно ввести через шприц, а затем активировать в организме, например, инфракрасным светом. Также можно дать гидрогелям возможность реагировать на определенные стимулы в микроокружении опухоли, такие как набухание или сжатие при воздействии температуры или изменение РН. В ответ на эти стимулы гидрогели будут высвобождать лекарственные средства только вместе опухоли, не нанося вред здоровым тканям. До сих пор разрабатываемые для этой цели гидрогели реагировали на один конкретный стимул, но японские ученые решили разработать более универсальное решение. Они создали материалы из синтетических полимеров и органических соединений с включениями аминогрупп. Новый гидрогель может сжиматься и набухать в ответ как на изменение температуры, так и на изменение РН, и в результате высвобождать содержащиеся в нем лекарства. Исследователи продемонстрировали это свойство в лабораторных экспериментах, в которых воспроизводили кислотность и температуру микроокружения опухоли. Сетчатая структура гидрогеля позволила сохранять лекарства в целости, пока не наступит момент для их высвобождения. Изменяя размер полимерной сетки, ученые смогли контролировать количество и тип доставляемого в организм препарата. Статья об открытии опубликована в Journal of Control от релиз. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.